всем привет наши дорогие зрители и подписчики канала вы как всегда на канале семья на чемоданах с вами я славян я вас приглашаю сегодня в новый видеоролик и это не просто видеоролик это настина мечта этот видеоролик я начинаю уже вечером вот посмотрите за моей спиной сейчас происходит закат мы приехали на ночевку посмотрите с каким видом и будем стоять тут горы тут наш бусик здесь домики стид кемпер вроде как кемпинг но походу он еще не функционирует и самое крутое в этой стоянке это вид на вот это горное село гунип посмотреть какая красота в предыдущем видеоролике мы сюда заехали там немножко погуляли сходили вот на вот эту вот смотровую площадку сделали классные кадры кто не посмотрел обязательно посмотрите этот видеоролик а сейчас нам нужно будет расстелиться для тех кто впервые попал наш канал я покажу как мы расстелаемся во что приводит превращается наша машина внутри и как там комфортно кто впервые попал наш канал у нас машина мульти ван а это значит что в салоне есть стол два поворотных кресла и это классная опция если вкратце то вот это все раскладывается часть вещей переносится сюда часть вещей поднимается в бокс с бокса забирается вся постель и здесь получается огромная кровать здесь даже у меня есть рабочее место и здесь ставится биотуалет в общем у нас все очень даже автономно мы встали и у нас появился здесь дружок не-не-не-не-не-не-не-не-не-не вылазь ну короче заселились к нам пришел новый друг давай прыгай иди ко мне посиди у нас кстати вот собственно как мы расположились ну мы где делаем принципе всегда коляску наперед убираем 2 автокресло тоже наперед здесь у нас висит ширма здесь у нас на каждом стекле шторочки надувной матрасик правда он очень толстый хотелось бы какой-нибудь такой биотуалет чемодан биотуалет вечером отодвигаю вчера догнал до этой темы ставлю сюда компьютер и работа у меня здесь получается такой классный офис очень-очень удобно так новый житель у нас тут так что еще одну гитара понятно дальше у нас здесь ну понятно холодильник вода наша кухня которую вот так вот просто шикс выдвинул вот выдвинул здесь готовишь здесь куча куча всякой посуды вот запустили кошку бак на крыше нагревается горячая вода и самое главное прекрасный прекрасный всем доброе утро проснулись с потрясающим видом и спали посмотрите день с кошкой всю ночь смотрите шикарный вид из машины это село горное село мы вчера сюда заезжали вот до этой смотровой площадке здесь у них центр посмотрите в предыдущем видеоролике а еще вчера к нам сюда пришел здесь котенок и собака большая вот в итоге котенок ночью начал прыгать нам в дверь мы закрыли багажник у нас просто прыгать как бы на бампер запрыгивать и про стучать к нам в итоге мы его вязали к себе в номер в наши апартаменты он всю ночь проспал с нами вот проснулись вон гуляет с мальчишками да это кошечка будет вот такая хорошая самое что прикольная я вообще не то что я отвык я ну не привыкал никогда у меня как-то кошек то не было но я всю ночь проспал под этот звук трактора вот как они урчат это конечно прикольно и она еще такая хоть чисто плотно что ли она я запустил машину нас вся вылизалась а ночью чувствую хоп мне ухо начинает лизать хобороду начинает лизать короче прикол просто что я хочу сказать что это одна из самых прекраснейших ночевок потому что мы здесь вообще совершенно одни ну в принципе мы на сувакском были то одни но тем не менее здесь мы прям вот в такой прям природе знаете в окружении вот так вот гор одни мы здесь воздух потрясающий ну плюс естественно вот этот вид шикарный на гунип ночью смотрелась великолепно я сделал одну фотографию вот она и просто что-то было невероятное по трассе никто не ездит тихо спокойно от души кстати да еще здесь вот собачка есть она наш всю ночь нас охраняла лежала тоже по двери мы собой естественно мы в домик нельзя сейчас солнце выйдет из-за горы и начнется пекло потому что вот смотрите солнышко уже светит на весь гунип его освещает вот и прям вот-вот дойдет до нас как здесь потрясающе вот здесь вот здесь вот снизу течет река сейчас умоемся зарядочку сделаем приготовим завтрак и отправимся все в котором уже никто не живет но про него чуть позже немного бытовухи вам у нас закончилась вода в баке но здесь вот у ребят то что домики я показывал у них там есть кранчик прям но в ходе стоит вот я подошел налил сейчас заправим бак чтобы умыться я не могу от этого вида такое наслаждение испытываю вот и солнце вышло у нас же здесь кстати все вот собрано завтрак доготавливается дети едят еще один деть есть да уж детей накорми кошку накорми еще с утречка нужно слить нижний бачок здесь в дагестане классно что повсюду стоят туалеты деревянные но они вообще есть везде и с водой нет проблем и со сливом туалетов тоже нет проблем после того как все слили до места сам промыли верхний бачок наливается вот это средство в нижний бачок заливается вот это средство так ну и собственно все контрольный слив чтобы вода подкачалась мы произвели до заправку бака спасибо как говорится ребятам вот и все отправляемся ехать нам минут наверное 40 едем сразу в гамсутель кстати вот это вот база где домики до стоят где мы буду брали один домик уже работает 2 только будет работать но и традиционно их оставим в гайде дорога конечно как всегда красивая но она смотрите какая узкая то есть это прям как бы ну такая типа знаете больше похоже на однополосную и разъезжаться получается с машинами в притирку то есть правое колесо вот почти на обочине сейчас было но в целом асфальтное покрытие хорошие я думаю что наверное вы сейчас все ждете ответа на вопрос чё с котенком мы его оставили потому что он живет на этой базе вот эта собака и котенок это с этой базе то есть там строители которые живут он там тусуется поэтому естественно его забирать по этой причине не будем это раз второе мы много ездим это 2 а третье мы постоянно снимаем квартиры тут с маленькими детьми мало кто сдает а если будет еще животное то это вообще будет полный трындец то есть тут короче такая история не очень правильно самая жесткая короче на этой дороге вот сейчас едет черная машина и прям бибикает мне я начинаю как бы подвигаться у меня впереди такой обрыв и прям гоняют гоняют сами торопятся на тут свет и еще и других подгоняют смотрите как красиво вроде два одинаковых дерева одно ярко-желтое другое ярко-зеленое углубляемся туда в сторону чеха и дорога хуже в некоторых местах разъезжаешься именно так что приходится останавливаться а дорога все хуже и хуже налево до дорога как раз уходит на чеха а прямо на гамсу ты снова останавливались чтобы разъехаться мы свернули сейчас дороге здесь есть парковка в принципе можно типа идти уже отсюда пешком но лучше еще полтора километра примерно проехать здесь здесь дорога еще более-менее вот строится видимо гостевые домики вон оттуда сверху мы приехали мы припарковались большая 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 парковка мест корица хватит всем здесь есть кафе туалеты и всякие сувенирные истории стоят буханки на которых можно и отправиться я думаю что дорога идет более-менее нормально а вот кстати он сам гамсутль вот он вот она вершина вот уазики и буханки они везут не до самого конца это вот сразу знаете они везут до половины только пути поэтому в любом случае пол пути придется протопать ногами две дороги одна автомобильная одна пешеходная пешеходная идет в ту сторону пообщался здесь местными ребятами собственно что говорят это у их но вот кто там жил и они полностью закрыли то есть на своей машине вы туда в любом случае не проедете как физически но в плане безопасности автомобиля такие вас просто не пустят поэтому нужно брать уазики слушайте цена смешная 100 рублей с человека поэтому мы решили выкупить весь уазик это нам обойдется всего лишь в 500 рублей туда в 500 рублей обратно вот взяли сейчас самый лучший уазик мне там мужик подсказал вот это самый лучший бери его и отправляйся с детьми так и делаем следующее выдвигаемся мы добрались парни свои эмоции в первый раз на уазике по такому бездорожью круто мирончик тебе как населка тебе как слушай ну в принципе можно можно гели купить да почти к гелик только вот для таких только для таких дорог виды здесь уже классно здесь статьи есть интересная инсталляция я люблю гам стуль гам сутыль а почему-то говорю гам суль постоянно гам сутыль гам сутыль вот начинаем подниматься мирошка как всегда лучший альпинист вот от этой точки водитель нам сказал идти примерно 40 минут это где-то километра два мы не как говорится привыкшие поэтому ничего страшного доберемся но например эти снизу если опять-таки здесь пешеходная дорога на такая коротенькая поэтому можно и по ней самим подняться но блин ребят 500 рублей индивидуальный уазик что деньги что ли мне кажется нет поэтому берите прям даже есть в один либо вдвоем и спокойно поехали какие виды вы только посмотреть не знать вот кафе щечки есть можно пообедать возможно мы когда спустимся попробуем это сделать посмотрим что у них тут есть посмотрим наверно цены но пока будем двигаться славик специально на сгонять по горам чтобы я стройная вот у мамы поправилась беременна и беременна а теперь я опять похудела потому что столько ходить в горы походе ешь да здесь все дагестанцы а ем вообще все мясо тесто да сладкое вообще лучшая диета ходить по ходу лайфхак от насеньки мы значит дошли до первого такого поворота посмотреть какую высоту мы уже преодолели камера конечно не передаст всей этой высоты вот тут мы парковались смотрите на эти шикарные виды вот мы проезжали смотровые это вот смотровая и вот 2 смотровая по сути здесь открывается еще вкуснее виды и смысл на этих заезжать даже на эти смотровые площадки по сути-то и нету не так кажется хотя с другой стороны эти смотровых наверное открывается вид на гамсу тыль правильно сказал гамсу тыль гамсу тыль вот я их не могу запомнить название вообще сюда лучше конечно приезжать рано утром можно 8 можно в 7 вот пока солнышко не вышло из-за гор потому что очень жарко вообще летом здесь наверно вообще трыдец и вообще есть такая возможность у вас то лучше переночевать здесь прямо на парковке я говорю где мы стояли вдоль скалы нельзя вот на парковке где машины стоят можно смотрите что дальше просто руины которые нужно нужно как-то преодолеть серьезно тема не сюда ну ладно давай иди так вот еще село уриб в этом селе живут только два жителя мужчина и женщина тоже атмосферно смотрите вдалеке вот это вот зеленые скалы прикиньте и пока мы делали перерыв шли люди и сообщили две очень хороших новости первое остальное весь маршрут пройдет вот так вот в тенечке это просто самая шикарная новость вторая шикарная новость это то что здесь сейчас будет течь вода по трубам можно отсоединить и собственно набрать воды просто нас прям мало нас много литр воды только собой вот и еще новость что там продаются лепешки всякие чай вкусный поэтому дорога какая начинается смотрите эти камни 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 виды 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 по теньку конечно идти гораздо гораздо проще но подъем приличный учитывая все равно что у нас есть опыт хождение по горам тяжело вот мы взяли такой сейчас размеренный темп ну такой медленный медленный никуда не торопиться потихонечку на сынах теперь очередь на синьки на не 2 раз треть как уже ушла вперед он идет пацанчики на опыте вообще обалдеть посмотрите как мы высоко забрались еще кстати заберемся здесь родник мы здесь наберем водичку и продолжим путь нам двигаться куда-то туда вот здесь чаечек родничок чем кого набирает мы продолжаем быть здесь в роднике такая струйка тонкой-тонкой из-за этого скапливается приличная очередь но он да зато ты отдыхаешь и плюс прохладно да вообще идеально ну да бутылка вон а что-то и не покрыл смотрите как он выглядит со стороны невероятная красота конечно разрушается скоро его не будет так говорят местные много говорится время покажет пока обязательно нужно приезжать такие места смотреть вам посмотрите внизу еще вот этот город я говорил два человека живет как он низко и как прям и высоко да представляешь пацаны стать все своим ходом полностью ногами дошли темка вообще бежал как тем ощущение нормальный не просто ноги так и завтра болеть мирошке тоже понравилось вот здесь есть табличка добро пожаловать в историческое село гамсу то ли он ничего себе даже есть видеонаблюдение да сейчас посмотрим как-то внутри уходим фотографируемся и конечно поснимаем ну естественно кадры с дрона да 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот Дойти до Одного места Где открывают двери Да, невероятная красота Представляете, да, как люди жили С таким вот видом Ему же другого не надо Сейчас уже все, не могу старую покупать Это дорога, по которой мы ехали Вот просто скала К ней подстройка В селе последний житель умер в 2015 году Вот мы сейчас пойдем туда, если... Когда я родился Да, в этом году, да? Да, последний житель слазит уже, вот, 7 лет никто не живет Обалдеть Вот какие двери здесь были Ох, не открывается Да уж Видите, какие проходы Смотрите, какая крыша была Из веток Из досок, из бревен точнее Вот как раз дом Последнего жителя Вон там все стоят У нее терраска есть Но он получается такой Самый свеженький, естественно, да? Самый сохранившийся Сейчас пойдем туда Тоже сходим Вот там дом, где жил последний человек, да? Этого села Какая у него шикарная терраска была Прекрасный папа жил Да Смотрите, с каким видом А? Вот так вот Представляете? Какой контроль за дорогой И он, орел летает Огромный-огромный Ну что, пойдемте В дом Сюда Так Это мы Откройте, пожалуйста Мы хотим тоже посмотреть Да, хорошо Я сюда живу Хоп Смотрите А, здесь у него скот Отжил Но туда особо не ходите Выходи, выходи Скину Это это Видишь, как пахнет здесь Ну, скотина, корова, короче Вот это вот Ой, как под нами Трясет Пошлите отсюда Да Так Пошлите Да Пойдем повыше Тихо Рудик, аккуратно Так Носенка нам сюда Так Двигаемся дальше Да, конечно Молодец, что жил до последнего Потому что Это Это невероятно Вот только Посмотрите Какая у него терраса Блин Обалдеть Так Так Это его комната Да, у него нет есть Ага Такие шторочки Видите, как здорово Полочки Вот такой вот Советский выключатель Это, видимо, какая-то кладовка Я, конечно, честно говоря Не представляю, как жить в таких условиях Современным людям Вот, пожалуйста, его печка была Он сюда топил, видимо Готовил еду Жалко покровать Так, поднимаемся чуть выше На его такую террасу открытую И гляньте, какой здесь вид Автозона Вау Смотрите, какая красота Да Мангальчик Вот так вот с таким видом Шашлычочки Так Смотрите Дальше заходим Проходим Открываю кафе свое Не, не трогай Открывай сюда О, тут еще старый начальник Ага А, трон, поломай Да Нужно его потянуть Так Вот здесь как раз Висит табличка О том, что здесь Жил последний житель Села Гамсутль Абдулжалилов Абдулжалил Ибрагимович Вот, рожден 25 августа 59 года И умер он 3 апреля 2015 года Вот Как раз вот там вот он и жил Где мы были Но мы идем вниз Вот там Славик уже с детишками Очень атмосферно Но село уже разрушается Туристов вот вообще Очень много ходит Нужно быть очень осторожным Потому что Вот этот дом Где жил последний житель Там уже Крыши Все Они Все гнилое И может в любой момент Обвалиться Я своих оставил там Потому что дорога такая уже Вообще очень опасная Смотрите какая калитка Это спинка вообще От кровати Сделали такую калитку Еще немножко Хочу пробежаться здесь Посмотреть Как тут Какие здесь открываются Виды Ух ты Так Какая красота Нашли эти двери Собственно тоже сделали Вилс У насеньки можете Посмотреть в телеграме По ссылочке Она там его обязательно Оставит Это мы получается Двигаемся В другую часть этого села Здесь прям уже Более плотная Такая застройка Наверное Это был центр У них здесь Да Круто Вот И здесь вот С дрона мы видели С вами уже Вот эта солнечная панель Она видимо Питает Вот как раз Камеры видеонаблюдения Здесь Хоть как-то следят Но Очень обидно Что приезжают Туристы И повсюду Мусор Я думаю Что в мою камеру Попадали Кадры с мусором Я конечно Старался не застрять В этом внимании Но Это Триндец Мы Наслаждаемся Эти видом В основном Это просто Пластиковые бутылки Вот можно даже Видите Вот так вот Заселфиться Вот пожалуйста Видите Просто жесть какая-то Можно Гулять Выше Вот аж Туда На смотровую площадку Здесь также можете Видеть На лошадях Подняться Настя Как говорится Тысяча рублей Уже стоит И мы очень вовремя Пришли Посмотрите Сколько людей Но лучше всего Вообще Это делать Утром Решил еще Чуть-чуть Здесь пройтись В принципе Я думаю Что сверху Мы с вами Его посмотрели Еще позаглядывать В детских домов Но на самую вершину Конечно Идти уже Не хочется Да Виды 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 Великолепные Люди раньше Жили Очень круто Конечно Вот например Посмотрите Какая арка Была Просто из Такого Дерева Полукруглого И дальше Уже Налепили Скальных камней Но были И такие Видите Ровные Современные Но видно Что их просто Видите Как вытачивали Каким-то Забилом Наверное Че-то Типа Того Да Потрясающе Но хочу Обратить Ваше внимание Что Этому Село Осталось Недолго Потому что Оно постоянно Обрушается Особенно После сильных Дождей Ходить Здесь Всегда Опасно И как бы Это грустно Не звучало Я думаю Что все Экскурсии Здесь До поры До времени Потому что Его нужно Постоянно Укреплять И за ним Следить Но я думаю Сейчас Как только сюда Еще больше Хлынет Турпоток То Обязательно Будет Это Делать Надеюсь Смотрите Сколько Лошадей Ничего Себя Огромное Количество Вот это Дела Вот это Дела Всякие Разные Главное Быть бы Не легнул Никто Ну а мы Начинаем Спускаться Путь вниз Конечно Полегче Но тем не менее Он очень Крутой Ну что Мы спустились Обратно Спускались Тоже На уазике Единственное Что мы Когда шли Пешком Мы немножко Срезали И я не рекомендую Это делать Потому что Там Он короткий Путь Но он Очень Такой Опасный Потому что Можно легко Подскользнуться Упасть Короче Это не нужно Когда мы приехали Парковка была Более-менее Пустая Посмотрите Что сейчас Творится Огромное Количество Машин Просто Туристов Тьма Мы сейчас Хотим Прикрутить Нашу Лейку Сполоснуть Ноги Лицо Умыть Потому что Состояние Ног Ну посмотрите Какая Пылища Просто ужас Ну вот и все Будем завершать Этот видеоролик Поедем дальше Куда-нибудь Обязательно Подпишитесь На канал И Смотрите Нажимайте на колокольчик Чтобы ничего Не пропустить Фу Устали Конечно Мы очень Хотя время Сколько Время Время у нас 20 минут Второго Кто здесь Не был Обязательно Приезжайте И естественно Я вам рекомендую Купить наш авторский Гайд По Дагестану Ссылочка Есть В описании Все Мы с вами Прощаемся Увидимся В новом Видеоролике Пока Субтитры Субтитры